Из ущелья противник идет наступление. Основная задача – обороняться. Ситуация учебная, но ошибаться нельзя. Боевые действия в горно-лесистой местности ведут подразделения мотострелковой бригады Южного военного округа. По легенде, группа вышла на незнакомый полигон и выполнила этапы боевой готовности, стрельбы и обороны. Последний, самый сложный. Этап оборонительного боя – это бессонные ночи офицеров, бойцов, фортиционное оборудование позиций, отработка документов, карт. Очень много задач. Я считаю, что личный состав бригады с этим успешно справился. После нападения врага группа сначала концентрируется на обороне, и только потом в ход идет минометная батарея. Беспилотник исследует территорию, после чего становится ясно, где расположен противник. Отражают их нападения при помощи авиации и артиллерии. К учениям привлечено более полутора тысяч военнослужащих, около 350 единиц техники, 10 вертолетов и 40 лошадей карачаевской породы. От обычных они отличаются большей выносливостью и бесстрашием. Выстрелы их вовсе не пугают. Лошади на полигоне Северной Осетии задействованы впервые. На них большая ответственность. Нужно подвести боеприпасы к минометным батареям в горных условиях. Все скакуны прошли специальную подготовку. По мере наступления работают огневые средства поражения. Раненых на поле боя не бросают. Пуская клубы дыма, военные отвлекают противника и эвакуируют пострадавших на специальных медицинских машинах. В современном бою живучесть подразделения зависит от того, как мы выполним своевременно огневую задачу. Остреляли два-три залпа, оставили огневую позицию, переместились на запасную. Условное сражение длилось три часа. Бойцы мотострелковой бригады доказали – к обороне доверяемой точки готовы. Уже на новой неделе эта же группа отработает переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа.